Эта история Леонида Млечина для тех, кому небезразлично наше прошлое. 40 дней прошло с момента начала кровавых событий в соседнем и близком и важном для нас Казахстане. Три главных вопроса остаются неотвеченными. Первый вопрос – что именно там произошло? Как то, что начиналось с обычных нормальных манифестаций со социально-экономическими лозунгами, превратилось в настоящее кровопролитие? Второе – правильно ли действовали руководители Казахстана, в первую очередь президент страны? И третий вопрос – как быть с проблемой, которую мы хорошо понимаем, когда власть рождает деньги, когда те, кто у власти, у того и деньги? 40 дней прошло, и я обратил внимание на то, что президент страны Касан-Жамат Такаев отправился в мечеть, участвовал в поминальной молитве, потом сказал важные слова о том, что он понимает, какой горестью стала смерть людей, что он сделает все и для того, чтобы помочь семям пострадавших, и для того, чтобы выяснить, что именно произошло. Конечно же, всем хотелось бы понять, что именно произошло. Ведь все начиналось обычным образом. Люди вышли протестовать из-за того, что повысили цены на сжиженный газ. А потом стали высказывать политические требования. И все тоже это было в рамках нормальной жизни. А потом, в какой-то момент, вдруг, эти мирные манифестации и митинги превратились в настоящий вооруженный мятеж. Появились люди с оружием, которые чуть ли не взяли под контроль второй по значению город в стране, Алма-Ату. Захватили здание городского управления, тамошнюю резиденцию президента страны, областное управление государственной безопасности. Объект, один из самых главных охраняемых объектов. Захватили аэропорт алма-атинский, крупнейший в стране. И это еще не все. Я еще могу понять, потому что надо было 1993 год. В какой-то момент, когда начинаются волнения, когда все бурлит, полиция разбегается и исчезает. Ну, полиция избегает и исчезает куда-то. А куда делись спецподразделения комитета национальной безопасности? А почему военные не приняли участие в том, чтобы навести порядок? Это я еще тоже могу понять. Я не могу понять, почему когда уже вооруженные силы были пущены в ход, те, кто участвовал в вооруженном мятеже, продолжали сопротивляться. Ну да, есть люди. Вышел на улицу погулять, увидел, что происходит. Разбил стекло в автомашине, взял дубинку, ограбил магазин, там в автомат даже в руки попался. Но когда он видит ряды наступающих спецназовцев, такой человек тут же исчезает, бросает автомат и возвращается к нормальной жизни. А там не возвращались. Там несколько дней шли настоящие бои. Кто были эти люди? Вот это совершенно необходимо понять. Судя по тому, что арестованы руководители Комитета национальной безопасности. То есть те люди, которые отвечали за безопасность страны, версия о том, что были использованы целые группы настоящих террористов и использованы сознательно. Эта версия имеет все основания для существования. Ну, на той неделе было заседание Совета безопасности Казахстана. Я посмотрел, генеральный прокурор сказал, что на рассмотрении находятся 3000 с лишним уголовных дел под стражей почти 800 человек. Это серьезная цифра. Остальные исчезли, рассеялись, их ищут и пытаются понять все-таки, кто эти люди, откуда они взялись, чей приказ они выполняли. Конечно же, вновь и вновь возвращаются к этим событиям, чтобы понять, правильно ли поступила власть Казахстана. Я хорошо помню, как многие люди мне писали, то, что мы тогда высказывались, если помните, относительно Казахстана, что все, президент Такаев обратился за помощью к организации договора коллективной безопасности. Сейчас прилетят русские войска, он вызвал оккупационные войска, возьмет страну под контроль, будет расстреливать людей. Как он смел вообще сказать, что он разрешает стрелять, вести огонь на поражение? Это писали и говорили люди, которые находились очень далеко от Казахстана. А мне писали и пересылали фотографии, когда там включался интернет, мои друзья из Алматы. Вот они оценивали все происходящее совершенно по-другому. Они были в страшном, они оказались в тяжелейшем положении. Город был захвачен мятежниками, на улицах стреляли, убивали людей, им было страшно, потому что власть исчезла, органы правопорядка исчезли, защитить их было некому. И они были рады, когда президент Такаев приказал войскам и спецподразделениям действовать, и когда в Казахстан прилетели подразделения организации договора о коллективной безопасности. Ну, все разговоры о том, что все оккупационные войска оказались нелепыми, как и можно было сразу предположить. Неизвестно ни одного случая, когда кто бы то, хотя бы кто-то один из подразделений ОДКБ пустил ход оружия, и не было такой необходимости. Они прилетели для того, чтобы символизировать прочность существующей власти. Вот как я бы сказал, я так понимаю, это мое предположение, что военные в Казахстане, руководители спецподразделений в первые дни как-то колебались, не зная, что им делать, не зная, по каким соображениям станет ясно. Но когда прилетели подразделения ОДКБ, стало ясно, что президент Такаев остается руководителем государства, что сомнений в этом никаких нет, и что его приказы должны исполняться. И тут же началась контртеррористическая деятельность. Подразделения ОДКБ прилетели, выполнили свою миссию и улетели, и никого, ни в кого стрелять им, слава богу, не надо. Во-первых, выяснилось, что у нас очень мало специалистов по Казахстану, просто крайне мало. А людей, которые еще знали бы казахский язык, просто по пальцам можно пересчитать. А как разбираться в делах страны, не зная языка, на котором говорят большинство населения? Конечно, это крайне сложно. И президент Такаев, как новый президент, тоже не очень хорошо был известен. Поэтому на его счет строились различные предположения, и все, как одно, оказались нелепыми. Но одни говорили, все, значит, он вызвал оккупационные войска, теперь он будет в услужении у Москвы. Видите, он сразу полетел в Москву. Но, между прочим, президент Такаев сначала полетел в пике, если кто внимательно следил. Разговаривал с руководителем Китая Син Цзэмпинем, который сказал, что он летом посетит Казахстан, потому что понимает важность Казахстана. Президент Такаев прилетел в Москву. Несложно посмотреть, какие именно документы были подписаны. Ключевые документы, связанные с развитием экономических отношений, а на что я обратил внимание, это документы о развитии контакта в сфере образования. Это все сделано для того, чтобы молодежь Казахстана могла учиться в российских высших учебных заведениях, причем договорились о том, что они будут учиться в лучших наших вузах, в Губкинском университете, в физтехе, то есть в самых серьезных учебных заведениях такого негуманитарного профиля. Чего только про Такаева не говорили, и что он верный поклонник Китая. Люди, которые так говорят, не понимают всей сложности взаимоотношений между Казахстаном и Китаем. Там огромная граница, которая досталась Казахстану в наследство от Советского Союза. Если кто помнит, у нас с китайцами в советские времена дело доходило до боестолкновения на границе, потому что в Пекине не признавали существующую границу. Нужно было границу провести и договориться с китайцами. Это как раз занимался Такаев в роли министра иностранных дел, руководителя внешней политики страны. И договорились тогда. Но отношения непростые. В Казахстане есть сильные антикитайские настроения. Там были целые манифестации против того, чтобы китайцам разрешали приобретать землю на территории Казахстана. Казахстан, чтобы понять внешнюю политику Казахстана, нужно видеть отчетливо политическую карту. И видеть, что Казахстан находится действительно в центре Азии, действительно центрально-азиатское государство. Рядом не только такие соседи, как Россия и Китай. Там рядом соседи, в которых очень сложное положение. Там рядом Афганистан. Там неподалеку Иран. Не случайно президент Такаев одним из первых руководителей государств беседовал с новым президентом Ирана. И, конечно же, Казахстан все эти годы проводит сложную многовекторную внешнюю политику. Но в этой внешней политике ключевая роль принадлежит России. Россия – главный партнер и союзник. И все это в Казахстане всегда говорят. И так это и есть в практической политике. Это сейчас проявилось. Говорили про Такаева, что все, вот он деспот, тиран, приказал стрелять в родной народ. Ну, можно было бы в рамках этой логики ожидать, что подавят мятеж, установят личную диктатуру, людей будут хватать на улицах. Ничего этого не произошло. Наоборот, президент Акаев демонстрирует максимум либерализма. Вот в Алма-Ате только что пошел митинг, который не согласованный митинг. Никто ничего не сделал. А перед этим был согласованный митинг. Митинг, согласованный с руководителем города. А смысл митинга – в протесте против действия этого руководителя. Участники митинга вообще требовали от него уйти в отставку. Ничего не помешало городской власти согласовать проведение такого митинга. Видно, что президент Акаев нацелен и на политическую реформу, которые от него ждут. Один из важных лозунгов, который звучал во время всех этих дней, до того, как начался военный мятеж, это требование политической реформы. Люди хотят полной избираемости, чтобы все местные руководители избирались. И президент Акаев явно намерен провести реформу. Он обещает осенью представить предложение, что нужно избирать. Он понимает, что нужна сильная оппозиция. Он высказался на эту тему и сказал, что у нас есть оппозиция, она на улицах, она должна быть в парламенте. Он говорит, как в Германии, где есть сильные оппозиционные партии, где все проблемы обсуждаются в Бундестаге и принимаются, согласовываются решения, которые более или менее устраивают всю страну. Две ключевых проблемы. Два вопроса, на которые сложно найти ответ. Первое. Как помочь людям, которые оказались в трудном экономическом положении? Ну, первоочередные меры президент принял. Заморозил цены, выделил деньги на пособия, особенно многодетным семьям. Расформировал огромный такой всеказахстанский фонд, куда отчисляют деньги крупные предприниматели, чтобы финансировать программы помощи. Но это то, что можно сделать сейчас. Главная проблема стоит в том, как развивать экономику. Как сделать так, чтобы жизнь людей сама по себе, снаю в случае, а не в результате получения пособия. И президент говорит правильную вещь. Нам нужно, в первую очередь, развивать мелкий и средний бизнес. У нас не такая большая экономика. Нам нужно сделать так, чтобы люди получали кредиты, чтобы они были защищены, чтобы их судебная система защищала, чтобы они могли заниматься бизнесом, преуспевать и зарабатывать столько, сколько им нужно. Ну и третье. Самое сложное, самое болезненное и хорошо понятное нам проблема. Это страшное недовольство людей олигархами. То есть, теми, кто получил огромные деньги, кто владеет целыми секторами экономики, просто потому, что они близки к власти. Просто потому, что это такая целая команда, которая связывает с именем первого президента Нурсултана Назарбаева, имена его родственников, друзей его родственников, близких людей, которые держат в руках огромные деньги. И это предмет глубокого недовольства и даже ненависти людей. И вот чего они ждут от президента. Такая вот ликвидация олигархата. Но эту проблему, еще раз скажу, нам хорошо понятно. Она существует почти на всем постсоветском пространстве, а коренится-то в советском образе жизни. Вот люди моего поколения, там постарше, немножко помоложе, я помню, что в советские времена говорили об общенародной собственности, о том, что все принадлежит народу. Это была чистой воды фикция. Все это принадлежало государству, точнее, партийно-государственным чиновникам, которые управляли всем, в том числе промышленной, общей экономикой, и получали прибавочную стоимость в виде привилегий, которые были у высокого начальства, привилегий разнообразных, спецполиклиники, спецпайки, дачи, машины, квартиры, возможность отправить детей работать за границу. Вот это был прибавочный продукт, который они получали. Что дико раздражало тогдашних начальников, министерского уровня, партийных чиновников и директоров крупных предприятий, это то, что с лишением власти они всего лишались. Было такое при советской власти. Вот только там член Политбюро живет в небесах просто. Лишили его членство Политбюро, никто идет по улицу, никто не узнает и ничего нет. Поэтому главными сторонниками приватизации в позднеперестроечные годы были на самом деле не там либеральные демократы, не Чубайс с Гайдаром, а были красные директора, руководители крупных предприятий, которые не хотели выпускать эти предприятия из рук, которые понимали, что вот там год-другой отправят их на пенсию, и все уйдет из рук. И первые банки частные создавались еще в советские времена, еще до того, как Ельцин и его команда приняли первые законы о приватизации. Делали это руководители отраслей, руководители предприятий, крупные чиновники. И таким образом они и оказались владельцами, когда уже потом началась приватизация, оказались владельцами огромной части бизнеса. Просто они были разумно незаметны. Это какие-то новички в этом деле, рассказывали о себе, фигурировали на экранах телевизоров, совершали необдуманные поступки, показывали роскость своей жизни и вызвали тяжелейшую ненависть народа. А там-то люди были опытные, они не попадали на телеэкран, они сторонились журналистов, про них мало кто знал. Они аккумулировали, еще раз скажу, в руках огромное количество средств. Потом стало ясно, что совершенно Советский Союз распался, новые системы политические, экономические, но сразу стало ясно, как важно наладить отношения с новой властью. И этот процесс начался тоже повсюду. Встало ясно, что не только государственные заказы, не только бюджетные деньги, совершенно необходимые для развития бизнеса, а получить их можно только путем личных договоренностей с теми, кто раздает эти деньги, кто закупает. Ну и вообще взаимоотношения с начальниками, с силовиками, это главное, что обеспечивает успех бизнеса. Вот это все происходило и в Казахстане. Просто Казахстан меньше, чем Россия, и там это все заметнее. Все то же самое. Хочешь добиться успеха – будь своим. А будь своим – это значит войди в такие очень тесные, близкие отношения с правящей командой. В Казахстане это очень заметно, очень очевидно, вызывает чудовищное раздражение и возмущение. Вопрос в том, как быть. Ну, звучат голоса. Да отобрать у них все и раздать. Что значит отобрать у них и отдать доверенным людям? То есть, одну команду олигархов поменять на другую? Прежних ребят на новых? Приближенных одного президента на приближенных нового президента? Разве это решение проблемы? Это ее продление? Это только ухудшение ситуации? Конечно, должны быть найдены совершенно другие пути. Тут президент прав. Конечно же, должны быть созданы все условия для нормального развития экономики, для существования независимой судебной системы, чтобы бизнес был прозрачным, чтобы было видно, как делаются дела, чтобы все сделки были ощутимы и понятны, чтобы было видно, что это результат не чистой воды коррупции, не сращивания власти и денег, а нормальный бизнес. Но это очень трудно решаемая проблема. Вот это мы точно с вами прекрасно понимаем. И главное, исторического опыта такого нет. Все, что происходит в нашей стране с 1917 года, это все в новинку. И разрушали нормальную экономику, тоже впервые в истории. И восстанавливают нормальную экономику после 1991 года, тоже впервые. Получается все очень сложно, трудно и тяжело. Иногда это приводит к таким страшным, трагическим событиям, каким был январь этого года в истории Казахстана. Мы будем внимательно следить за происходящим, за происходившим там и за происходящим там. А потому что, еще раз заметим, что Казахстан нам друг, союзник и партнер. Это, во-первых, мы крайне заинтересованы в том, чтобы жизнь там нормально восстановилась, чтобы Казахстан хорошо развивался. Во-вторых, потому что проблемы нам эти понятны и ясны. И хотелось бы видеть, как они будут решаться. Мне кажется, что президент Акаев самый подходящий человек для того, чтобы принимать там серьезные решения. В нем вот эти события январские показали, что есть необходимая решительность, твердость и спокойствие. Он не бегал с автоматом. У него лицо искаженного мы не видели. Он был спокоен, тверд и настойчив. Это первый очень важный момент. Во-вторых, в нем нет никаких диктаторских жилки. Это устремление всех к ногтю. Наоборот, он понимает, что нужно дать возможность стране спокойно и разумно развиваться. Мы будем следить за тем, что происходит. Чтобы не пропустить, ставьте лайки. Под этим видео подписывайтесь на мой канал в YouTube.